Здесь присутствуют четыре новинки, и обещаю вам, это далеко не все, что мы покажем на клинке. Можно любую, вот закрыть глаза или ткнуть вслепую на любую модель. У нее цена ООО, и была бы она в четыре раза дешевле, я бы ее купил. Знаете, как говорится, если сделан нож душой, значит будет он большой. Вот людей, которые считают так же, довольно-таки много. И не надо тут вспоминать Фрейда, не писал он ничего такого. Я не знаю, зачем он мне, но он производит впечатление, я его хочу. Мне кажется, это нож из этой серии. А мы с тобой давай расскажем про те самые мега интересные ножи, которые у меня тут лежат в уголочке. Поскольку я прям весь выпуск ждал, когда я смогу хотя бы краешком глаза показать их нашим зрителям. Это будет заманиловка для вас, друзья, что вы пришли на выставку и уже потрогали финальные версии. Но я скажу, оно того стоит, и я прям вот... Ух! Кто-то серьезно вот таким ножом с таким дизайном пытался ковырять пенек? Ну обязательно попробуй тетрадик. Без комментариев. Дорогие друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на YouTube-канале выставки Клинок. И в гостях у нас Алексей Дегтярев. Леша, привет! Привет! Представитель бренда Империя Ножей. И в преддверии московской выставки Клинок мы записываем данное видео. И ты принес несколько мега интересных прототипов ножей. Все так. О которых мы сегодня обязательно расскажем нашим зрителям поподробнее. А также у меня есть особый сюрприз, который лежит у меня здесь слева, и вы никто его не видите, который мы прибережем на самый конец видео. Да, конечно. И подробно о них, об этих интересных новиночках тоже расскажем. И на самом деле для меня очень важной новостью является то, что Империя Ножей сменила логотип. Знаешь, возможно, кто-то сейчас улыбнется, потому что казалось бы, ну логотип в торговой компании, какая разница, какая мелочь. Это достаточно важно для нас. Я думаю, что ты говоришь, что это интересная мысль для тебя, потому что ты немножко понимаешь, что за этим стоит. Но чтобы нашему зрителю рассказать об этом подробнее, возможно, стоит, ну так скажем, начать издалека. Безусловно. И у меня была давняя идея, еще тогда, когда я был представителем YouTube-канала Империи Ножей, чтобы мы рассказали нашим зрителям о том, что такое Империя Ножей, что стоит за этими словами, какие компании в нее входят и какие в целом типы ножей производит тот или иной производитель, входящий в эту группу. Ну да, я тоже думаю, что стоит об этом рассказать. Тем более, повторюсь, за тобой. Им изменился логотип, изменился подход. И эти новые перемены, они все-таки требуют для нас небольшого раскрытия наших дальнейших планов, чтобы вам, уважаемые зрители, было немножко понятнее, а кто мы такие и куда мы идем. Ну и давай рассказывай. Ну, давай. Тогда действительно начнем издалека, но я постараюсь пробежаться довольно быстро, чтобы никто не заскучал, а просто рассказать, что из себя представляет Империя Ножей. Значит, как вы знаете, у нас есть несколько брендов. Империя Ножей, Северная Корона, Мистер Блэйд, НС Кастом. И многие путаются, что является брендом, что является компанией, юрлицом. Началось все достаточно давно. Северная Корона. Еще корни растут из Кизляра, потому что Северная Корона первоначально, это был Санкт-Петербургский филиал ООО ПП Кизляр, который занимался продажей и изготовлением арт-ножей. То есть, из художественных ножей, ну, понимаешь, о чем идет речь, таких ножей, в принципе, достаточно много. И именно из Санкт-Петербурга растут корни подобного направления в ножевой культуре российской. Да, я не побоюсь сказать, что именно в Санкт-Петербурге это сформировалось. И вот Северная Корона, она в некотором роде стоит у истоков. Это было еще в конце 90-х, начале 2000-х. Собственно, Северная Корона тогда была частью ООО ПП Кизляр. Довольно быстро это прекратилось, и Северная Корона стала самостоятельной компанией, которая продолжила ту же стезю. То есть, продолжила собирать под свои знамена лучших мастеров, которые создавали арт-ножи, то есть, именно художественной композиции, с использованием драгоценных металлов, интересных дизайнов. То есть, то, что, знаете, используется в качестве дорогих подарков. Дорогих подарков, в том числе, высокопоставленным лицам, но об этом мы немножко позже тоже упомянем. Наверное, надо сказать, зрителям будет это интересно, что Северная Корона участвует и в международных выставках. Конечно, конечно. Северная Корона участвовала в крупнейших выставках, таких как Ива в Германии. Участвовали в Блэйд-шоу, это, правда, было чуть-чуть попозже. Значит, на этих выставках были неоднократно выиграны награды, в частности, как лучший нож выставки, ну, в своей категории, в категории именно таких вот арт-ножей, художественных ножей. Вот, и тут действительно есть о чём рассказать, но я думаю, что сейчас углубляться в такие подробности будет достаточно тяжеловесно. Мы только можем упомянуть о том, что Северная Корона, продолжая направление высокохудожественных ножей и композиции с этим связанных, выпускает и серийные модели, которые пользуются большой популярностью. Ты имеешь в виду подобные же ножи сейчас, серийные? Да, я говорю сейчас о серийке. У нас просто представлено, что нет только ножей производства Северной Короны. Понимаешь, это уже совсем серийка. Мы пока говорим о более дорогих ножах, но давай постепенно. Продолжай. Да, давай постепенно. Значит, собственно говоря, вот примерно на этом этапе, то есть после того, как Северная Корона стала отдельным предприятием, началась история империи ножей. Потому что первоначально империя ножей – это не бренд, производящий ножи, а это торговая компания. Она появилась для того, чтобы представлять на выставке Ива бренды, такие как Северная Корона, Баска, который также входил в группу компаний «Империя ножей». И она появилась вот именно для этого. То есть сейчас она продолжает быть таковой. То есть «Империя ножей» – это общее название для группы компаний. Именно «Империи ножей» принадлежат все бренды, про которые мы сейчас говорим, и все ножи, которые несут на своих клинках имена NC Custom, Mr. Blade или «Северная Корона». Следующим появился NC Custom. Первоначально это тоже были арт-ножи, но немножко ушедшие в сторону современности, что ли. То есть все мы представляем, что такое художественные ножи классические. То есть это серебро, обилие всечки, какой-либо оружейные насечки на рукоятях, дамаск, гравировка, головы зверей на рукояти. Это классика, все мы это знаем. NC Custom сделал большой шаг в сторону хай-тек дизайна. Первые модели ножей были совершенно отличны от всего, что было раньше. Это тоже дало большой толчок в развитии рынка арт-ножей. Но потом по NC Custom было принято решение выпускать более массовые модели. Модели, направленные на массовый рынок, серийное производство. Понимаете, это два совершенно разных рынка. То есть мы с начала 2000-х годов, 2004 года, официальный поставщик подарочного фонда президента Российской Федерации. То есть те изделия, которые высшие лица страны, сам президент или кто-то из министров дарит высокопоставленным чинам, которые приезжают к нам в гости, ну или сами приезжают к ним в гости, это отчасти, частично это произведения, выпущенные под брендом «Северная корона». Все видели фотографии нашего президента на рыбалке, у него на поясе что? Нож куница, всем хорошо известный. Это «Северная корона». Такие изделия, они интересные, но они занимают довольно-таки узкую нишу дорогих подарков. Поэтому вот NC Custom, он стал отходить как по стилистике, от вот этой вот классики, интересной, по-хорошему дорогой. То есть дорогой именно в используемых материалах, в используемых техниках. Но достаточно тяжеловесный. Ну классика. Классика она на то и есть, чтобы быть таковой. Вот тут уже в NC Custom мы ушли в сторону хай-тека. Более современные ножи, более современные дизайны. Когда я еще работал в студии «Империи ножей», нам иногда приносили эти художественные композиции, такие, типа, послезавтра они уезжают. Мы так, ах, ах, ну ладно. Вот-вот-вот-вот-вот. Так что кое-что мы сейчас покажем. Но давайте двигаться дальше. Потом появился бренд Mr. Blade. Это бренд наш, его можно также считать российским. Хотя зарегистрирован он в Чехии, но все-таки не будем кривить душой. Это сделано по ряду причин, которые были важны тогда. Сейчас мы можем смело говорить, что Mr. Blade – это бренд, принадлежащий «Империи ножей». Mr. Blade сразу позиционировался, как ножи, которые производятся на чужих мощностях. Сразу были выбраны несколько компаний, дружественных «Империи ножей», которые могли производить по нашим дизайнам ножи у себя на производстве. Среди этих компаний можно упомянуть Lion Steel, можно упомянуть Claude Dazorn, такая довольно известная компания французская. Также, естественно, Китай, куда же без него. Но в Китае это был V-Nive, которого смело можно называть одним из лучших производителей ножей в мире на данный момент. То есть набор был весьма интересен, набор производителей. Одновременно с этим мы стали развивать и собственное производство. То есть NC Custom перешел от таких мелкосерийных арт-ножей, хоть и в хай-тек стиле в современном, но он стал переходить в серийное производство и производить те модели, некоторые из которых представлены вот тут перед нами. Собственно, так и сложилось до сих пор. Есть NC Custom, это производство России. Есть Mr. Blade, это производство зарубежных стран разнообразных. Сейчас, конечно, в силу сложившейся ситуации в первую очередь Китай, но и частично Россия. Также есть Северная Корона, производящая более традиционные ножи. Ну вот, например. Или вот такого плана. Давай об этом и поговорим. Давай. У нас здесь представлены на самом деле наиболее яркие ножи и от Северной Короны, и от NC Custom, и от Мистера Блэйда. И это в руках у тебя же, наверное, народный любимец, Финтрак. Да. Ну, давайте тогда и начнем с Северной Короны. Классика. Классические ножи, имеющие в своих корнях национальные ножи разных народов. Всем хорошо известные финки, например. То есть, как классические. Ну, не назвать классические с точки зрения любителя финок, который немножко в этом разбирается, но для нашего русского человека, для которого финка стала порой синонимом ножа. Некоторые модели, такие как присутствующие здесь Тапио, также отсутствующие, но известные вам Йелмари Матти, это именно квинтэссенция северных ножей. Низкие спуски, деревянные рукояти, характерные навершия, форму рукояти с грибком или цилиндрический бочонком. Вот. Любимец, как ты правильно отметил, Алексей, Финтрак. Любимец публики. Потому что, знаете, идея сложить финку, она носится в воздухе достаточно давно, и многие производители, именно финские производители, они это делали. То есть, я помню, складные ножи были у Мяртени, были у еще ряда финских компаний, шведы из Мора пытались сделать что-то подобное, но они все были на тему скандинавских ножей в целом. Вот именно финка с грибком, складная, насколько я понимаю, это первый и, ну, либо единственный, либо один из очень немногих представителей на рынке. Финтрак. Зрители наверняка скажут, что они видели нечто подобное, но объективно, именно в целом, по рынку, для меня это уникальная модель. Потому что, да, я видел тех складных скандинавов, которые ты сейчас упоминаешь, они были зачастую короткие, с широким клинком, ну да, и совершенно в иных пропорциях. Здесь же мы говорим про характерный узкий клинок, говорим про щучку и обязательно про грибок. Грибок – это отдельное удовольствие, поскольку, когда носишь этот нож в поясном чехле, доставать его мегаудобно. И сам по себе нож невероятно ламповый, отлично держится в руке, и он же производится в самых разных материалах на рукоятке. Вот карелки до G10. Ой, сейчас этих материалов... Ну, слушай, конкретно материалов, наверное, не сильно много. Это карельская береза, как здесь, это G10 нескольких цветов, это микарта. Да, но в каждом из этих материалов еще есть несколько разнообразных цветов и исполнений. Например, в той же карельской березе существует исполнение в Дамаске нержавеющем. Или G10 существует минимум трех разных вариантов, причем не только однотонные, как черный, да, но и оранжевая с красным не потеряшка, а также более темная G10 для любителей или чего-то такого строгого, но не совсем тривиального, как обычный черный. Или микарта, любимая всеми. Да, микарта. Я хотел спросить твое мнение по такому формату ножей, поскольку мы знаем, что рынок сейчас идет по определенному стереотипному направлению, то есть в какой-то момент в моде флиперы, потом фронт флиперы, и обязательно наличие клипсы, а тут такой нестандартный, вопреки в общем моде, нож, и тем не менее пользуется огромной популярностью. Вот в чем феномен это на твой взгляд? Слушай, можно я тебя поправлю все-таки? Ты чуть-чуть, мне кажется, не знаю, намеренно лукавишь, чтобы вывести меня на этот, или просто так сформулировал вопрос. Знаешь, вот если смотреть на всю нажиманскую тусовку, которая сложилась в России, ты ведь ее помнишь, я думаю, что еще с незапамятных времен, как и я, с древних форумов, не будем сейчас говорить какие, но не только всем известные Ганзайрус Найф, а еще и другие форумы, которые у нас были и в Питере, и в Москве. И, собственно говоря, всегда, помимо тех людей, которые следят за новинками, которые любят суперстали, самые навороченные материалы, самые последние разработки в области замков, конструкции и так далее, всегда были люди, которые любили теплые, ламповые. И вот эти вот товарищи, которым, хлебом которых не корми, дай им какой-нибудь ножик с деревянной рукояткой, с простенькой сталькой на клинке, и вот с классическими кожаными ножнами, этих людей, вот их постоянно и много вокруг. Вот они зачастую, как некоторые из них доходили до откровенного снобизма. То есть, вот мне, дайте мне теплую ламповую классику, и мне не нужно никаких ваших там современных хай-теков, ну его нафиг. Вы ничего не узнаете и не умеете, а вот предки они знали и могли. Таких людей всегда много. Есть из них гораздо более разумные люди, которые все понимают, все принимают, просто им такое вот нравится. Но всегда этих людей было весьма заметное количество. Я даже думаю, что если кто-либо сделал бы сухой анализ, то возможно получилось бы, что их даже больше. Знаешь, если брать вообще пользователей ножей по России, то безусловно больше, потому что, как во многих других вещах, у наших людей существуют некоторые стандарты, шаблоны мышления в голове, и один из этих шаблонов, он говорит о том, что нож должен быть вот таким. И вот как раз классика, теплая ламповая деревянная классика, она подходит под это определение. Я сам встречался с людьми, которые не особо разбирались в ножах, но узная, что я имею к этому отношение, они меня спрашивали, вот что-то посоветуешь, и когда я говорил, ну а какие у тебя есть вообще предпочтения, мне сразу начинался выдавать классический набор, то есть ну про сталь, чтобы она там рубила, не тупилась, и все эти байки можно вспомнить. на рукояти непременно дерево, ну в крайнем случае кожа, в крайнем случае, никакой резины, никаких пластиков, никаких современных материалов, просто потому, что ну это же нож, он должен быть вот таким. Так что я не говорю, я сейчас говорю об этом конечно с некоторой иронией, потому что я всегда сторонник того, чтобы человек чем-то интересующийся, он в этом деле развивался, изучал, ну и как минимум знал, что бывает вот за пределами его первоначального понимания, эта ирония она такая, аккуратная, такие люди по-своему важны, нужны, пусть они будут, и мы будем их радовать своими моделями новыми, классическими. Когда вышла тройка вот этих вот ножей, один из которых у нас здесь сегодня представлен, меня порадовала еще и цена, и надо сказать, что ведь империя ножей во многих своих проектах создает достаточно народное изделие. Я прям-таки слышу, вот как сейчас за кадром некоторые наши постоянные зрители, причем как постоянные зрители вашего канала, постоянные зрители нашего канала или там подписчики телеграм-канала, некоторые из них просто взвыли от того, что ага, конечно, они совсем берега потеряли, у такой-то модели можно любую, вот закрыть глаза или ткнуть вслепую на любую модель, у нее цена ого, и была бы она в четыре раза дешевле, я бы ее купил. потому что действительно, честно скажу, можете воспринимать это как мой крик души. Господа, посмотрите на курс доллара, посмотрите, что происходит с возможностью закупать материалы и со всем прочим. Мы действительно стараемся держать цены на низком уровне, но сравнивать, допустим, нож, который мы вынуждены продавать за определенные деньги сейчас и мысленно представлять, что он должен стоить столько, сколько бы он стоил три года назад, это, мне кажется, все-таки неправильно. Поэтому, Алексей, да, вот ты немножко больше в теме, ты действительно как бы прав. Мы стараемся держать цены пониже, мы стараемся выпускать модели, которые весьма бюджетные. Мы сейчас поговорим об этом чуть позже, вот даже среди этих моделей присутствуют очень характерные моменты. Например, мы стараемся выпускать версии моделей, которые будут дешевле по цене. Опять же, классический пример это Грейв, про него мы поговорим немножко позже. Тут тоже новая модель Грейва будет дешевле. Мы идем навстречу, мы стараемся так делать. Как говорится, кто скажет, что это не так, пусть первый бросит с меня камень. Что в результате получается, уж извините, это вопрос экономический. Тут как бы не ко мне, а немножко повыше. но тем не менее этот факт для меня неоспорим, поскольку у меня был такой опыт, когда я клинка 4 назад в Москве подошел ради любопытства на один маленький стенд, принес с собой один из ножей империи и задал производителю на стене вопрос, а почему твой нож при таких же материалах стоит в 3 раза дороже. Естественно, я не буду называть никаких имен никаких производителей и важной составляющей того, о чем я говорю, является ручной труд и объем производства. Соответственно, большой плюс именно бренда империи на жизнь заключается в том, что достаточно крупное производство, которое за счет объемов помогает вытягивать уменьшение цены. Да, 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 стараемся. Стараемся делать так, ты прав, и ну, настолько, насколько это возможно. Мы, косяки бывают у всех, иногда мы что-то вынуждены исправлять уже на ходу, но мы стараемся удешевить производство, сделать его, в общем, сократить все возможные издержки не в ущерб качеству. Стараемся. Мне хотелось бы затронуть линейку именно тактическую. Или мы начнем, может быть, не с нее? Да нет, давай начнем с NC-Custom, просто тогда мы насчет бюджетных ножей, которые доступны многим, мы поговорим чуть позже, когда вернемся уже к мистер Блейду. Давай тогда через NC-Custom пойдем. Да, поскольку для меня важным является то, что на рынке, где бесконечный выбор абсолютно одинаковых ножей, где люди говорят только о том, что я поставил на этот нож какой-то редкий порошок, или сделал рукоять из необычных материалов, присутствуют зачастую традиционные формы, и в этом нет ничего плохого, потому что традиционно нож это проверенный годами нож, но они возможно неинтересны для конечного покупателя, и те модели ножей, которые меня по-хорошему удивили, и один из флагманов у нас является собственно Грейв. Да, все так. Нож известный очень многим, я думаю, что очень многие его видели, даже если не знаю, как он называется, и это действительно один из флагманов. Он также существует уже в очень многих вариантах, с белым клинком, с черным клинком, с различными цветами G10, с Микарты на рукояти. Единственное, что в силу тактической направленности общего внешнего вида, это было бы нелепо. Но, тем не менее, вот такой вот кинжальчик, достаточно хищный. Ну да, я понимаю, что не кинжал, он скорее такой, это нож с... Кинжалообразный. Ну, кинжалообразный, его даже с перпойтом не назвать, все-таки, он скорее дроп. Но кинжалообразный, который навевает сразу мысли о каком-то холодном оружии, но, тем не менее, он является хозяйственным бытовым предметом, разрешенным к обороту на территории Российской Федерации за счет клинка потому, что такой относительно короткий клинок, у него очень хорошая и удобная гарда, ну и, собственно говоря, сам он весь такой какой-то очень ловкий, очень... Честно скажу, это был всегда мой любимый нож Империи Ножей, всех брендов Империи Ножей, задолго до того, как я пришел работать в компанию. Так что, я о нем говорю именно как есть, как я сам чувствую, потому что я к нему очень давно присматриваюсь, он мне очень понравился. Я тоже поклонник данной модели, поскольку в походы я хожу редко, а фиксы люблю, то мой вынужденный вариант это поиск горфиксов. И именно как горфикс с достаточно плоской, но в меру объемной рукоятью, с клинком, которым можно любые хозяйственные бытовые задачи в городе сделать, но при этом, конечно, производит впечатление его такой общий боевитый внешний вид, его просто хочется доставать, любоваться, и он плюс пять к мужественности, можно сказать. Да, да, да. Важным моментом для меня с точки зрения компании Anticastum является то, что именно Anticastum стала серийно ставить ультиклипы на свои ножи. Да, все так. Это, расскажи, может быть, поподробнее для наших зрителей про эту систему крепления. Ну, прошу прощения у тех, кто все это хорошо знает, давайте мы все-таки учтем, что не только знатоки здесь присутствуют. Ультиклипы, это американская система, клипсы, разработанные для применения с ножнами ножей, а также в первую очередь, все-таки для американского рынка это было сделано, для того, чтобы крепить на снаряжении кабуры и паучи для пистолетных магазинов. Но все они делаются по одному принципу, по крайней мере, основные модели в их линейке. Это клипсы, которые вешаются на край кармана или на какой-то ремень на снаряжении, и потом она с помощью вот этого рычага запирается. То есть, в таком положении она очень сильно прижата, и ее сорвать с кармана, даже делая это специально, очень сложно. То есть, в таком положении нож вниз рукоятью, в сторону, в любом направлении он держится на снаряжении мертвого. То есть, дальше все зависит от того, насколько в ножнах прочно крепится сам нож. Конкретно у Грейва с этим никаких проблем нет. И что еще можно сказать про ультиклип? Значит, помимо большой надежности, она не сильно предполагает очень частого снимания туда-сюда. То есть, это все-таки нужно найти место на снаряжении, оставить его там и пользоваться. Значит, клипсы действительно очень интересные. Они в свое время произвели такой не то чтобы фурор на рынке в Америке, но сразу стали мгновенно популярны. Их стали закупать очень многие производители и снабжать ими свои изделия. В частности, так же поступило NC Custom и очень многие ножи, они комплектуются именно этой клипсой ультиклип. К сожалению, вот из тех, что сейчас у нас здесь только один гриф с такой клипсой, но первая версия Торна, например, тоже была в кадексных ножнах и с клипсой ультиклип на них. Крайне интересное решение, как они компактные, потому что многие клипсы, которые существуют на рынке, они заметно больше и занимают больше места не так сильно. Но она совершенно незаметна, поскольку я, например, у меня есть несколько совершенно узких ножей, я цепляю на нюльтиклип, я могу буквально на бананку ее прицепить, она вот так незаметно болтается на ней, мегаудобная вещь. Ну да, вот особенно для узких ножей, это вообще чуть ли не единственное решение, которое не вешает же на деклок, это очень странно было бы. И ты упомянула торн, и мегаинтересное изделие, которое для меня является квинтэссенцией именно тактического развития линейки НСИКастом. Условно говоря, когда люди не побоялись пойти в этот сегмент, мы с тобой говорили как-то на тему того, что у нас чураются этой темы, немножечко многие производители, приятно, что у НСИКастом не возникло вопросов, ребята просто взяли и сделали. Да, про этот нож нужно сразу сказать, те, кто знают для чего он, у них вопросов нет. Но очень многие люди они смотрят на вот это вот изделие и не понимают, что это вообще в принципе такое. Ну, опять же, давайте мы будем снисходительной к тем, что видит это, кто видит это впервые в жизни, расскажем. Значит, данный нож это, как говорится, нож последнего шанса. Это очень узкое компактное изделие, которое располагается на снаряжении. Оно существует для применения его в экстремальной ситуации. То есть, удержание в руке предельно надежно, можно, значит, этот нож достать и разрезать какие-то те стропы, ремни, перерезать какие-то ветки, которые мешают тебе высыпаться. Также есть еще один момент, про который не принято говорить, но, знаете, давайте не будем уподобляться Вовочке из анекдота. Все-таки есть такие вещи, как сейчас очень большая потребность в ножах последнего шанса за ленточкой у участвующих в СВО. И в этом случае подобный нож может быть применен в несколько более острой ситуации, чем то, что я сейчас попытался несказательно описать. Один из моих друзей, который, так скажем, имеет боевой опыт, он очень емко обозвал такой тип ножей, как нож, не трожь мой пистолет. То есть нож, который применяется когда ты уже валяешься на земле в обнимку с не очень приятным тебе человеком и пытаешься сделать хоть что-то, хоть как-то. Когда не дотянуться ни до чего другого, а вот этот нож, он может оказаться прямо близко под рукой и в таком случае ты можешь его применить. Естественно, это применение не совсем гражданское, но учитывая, что по всем законам Российской Федерации это хозяйственный бытовой предмет, поэтому об этом можно достаточно смело говорить. Просто, на мой взгляд, многие наши зрители и клиенты находятся в поисках единственного универсального ножа на все случаи жизни. Мы тоже мечтаем такой нож найти, но почему-то его как-то нигде нету и нельзя перед подобным ножом ставить универсальный широкий круг задачи. Все-таки это узко-специализированное изделие. Конечно. То есть, видите, даже вот эта версия ножа, это вторая версия RE Edition разведу с Edition в честь небезызвестного военного блогера Александра. Она сделана для расположения ее в стропах молли на снаряжении, поэтому такой узкий силуэт, узкая форма ножен, возможность закрепить его на снаряжении также с помощью шнуров, продетых через отверстия, ну и клипсы, которые дополнительно его удерживают в тех же самых стропах молли. Абсолютно симметричная фиксация в ножнах, при этом идеальное удержание, то есть, я смогу как угодно сильно его трясти, он не выпадет. Ну, собственно говоря, вот такая вот штука, которая нужна только в очень узких, в очень сложных ситуациях, но зато именно в таких ситуациях без этой вещи зачастую не обойтись. Ты все правильно рассказал, и я, собственно говоря, с того и начал, что хорошо, что производитель может позволить себе рискнуть и выпустить изделие не массового характера, но продуманное, и тому, кому нужно, этот нож пригодится. Понимаешь, слава Богу, что данный нож проходит по всем, как сказать, по всем возможным ГОСТам, по всем возможным криминалистическим требованиям, как хозяйственный бытовой предмет. Это знаете, зачастую у нас присутствует такое ханжество в стране, что, например, можно купить пулемет Максим, но он будет называться охотничий карабин Максим с лентой на 10 патронов и исключительно самозарядный. Всем понятно, что охотиться никто никогда с ним не будет, но это единственный способ сертифицировать. У людей в нашей стране существуют потребности в определенных вещах. В рамках закона их можно реализовать. Зачем от этого стесняться? Это можно сделать и вот так. Знаешь, не будем сейчас углубляться в эту тему, о том, мы сейчас естественно можем упомянуть о том, что самые криминально опасные ножи это кухонные ножи и все такое прочее. Давай просто не будем. Может быть, лучше отдельно сделать на эту тему какой-нибудь отдельный ролик? Мы с тобой уже говорили об этом. Да, я задам вопрос нашим зрителям, что если у вас есть желание, например, чтобы мы с Алексеем записали подкаст на эту вот тему, то пишите комментарии, я думаю, мы сядем на диванчике с чем-нибудь прохладительным и записываем двух-трехчасовое видео, где подробно на эту тему побеседуем. Ну, два-три часа это мы рехнемся на эту тему рассуждать. За нами приедут ли, хорошо, если еще издурки, но может быть интересно. Ладно, давай продолжать. А продолжим мы, собственно говоря, одним ножом из мега популярной линейки совершенно разных форм, но объединенных как знаменитыми карт, уже можно, наверное, говорить слово знаменитой, и таким вот утилитарно практичным направлением от NC Custom. Да, ну, собственно, я взял самую большую модель из этой серии, самую такую внушительно выглядящую, это Ranger, также те, кто немножко знаком с линейкой компании, они видели аналогичные модели чуть поменьше, Forester, и целый ряд моделей еще меньше, то есть их семейство с уже снятыми с производства моделями, наверное, включает в себя около девяти моделей, Flint, Crony и несколько других. Значит, тут действительно мы отошли от каких-то хищных тактических моделей в сторону классики. Это классика походных туристических ножей во всех их видах, то есть вот это самый тяжелый, понятно, что он в большей степени для рубки, как такой тяжелый лагерный нож. Повторюсь, в этой серии есть и более легкие изящные модели, которые позволяют более тонкую работу, которыми не так удобно рубить, но зато они могут разделать там какую-нибудь мелкую дичь, если дело происходит на охоте, или рыбу, если на рыбалке, а также помочь в приготовлении пищи на пикнике, помочь в исполнении любых работ, которые только могут оказаться необходимыми в походе или просто на выезде на природу. Ну, ты правильно говоришь, у меня самый любимый нож из этой серии это флинт, он у меня еще в пиджике, такой коротыш совсем небольшим лезвием, с толстым обухом и с выносливым острием, но это нож, которому я доверяю. Я ему салат могу приготовить и щепы там настрогать, классный универсальный нож, он, конечно, короткий, рубить им не получается, но, к счастью, мои походы выходного дня не подразумевают, что я должен с помощью ножа помогать приготовить большое количество дров для костра. Но у меня есть друг, у которого был опыт работы именно с таким ножом, когда группой под 10 человек они поехали на несколько дней в лес и забыли топоры. Соответственно, рейнджер выручил, было сложно, но Андрей справился и полон просто положительных впечатлений о подобном изделии. Ну, хорошо, коли так. У нас очень много отзывов об этой серии и я без лишней скромности могу сказать, что подавляющее большинство этих отзывов исключительно положительные, потому что серия получилась действительно очень удачной и за счет подбора материалов, в том числе материала рукояти. Это вот наша фирменная Микарта от пескоструенная, поэтому она такая очень хваткая в руке, то есть, как любая Микарта, она хорошо влипает в руку, но еще и обработанная специальным образом. Ну, что я буду рассказывать? Просто попробуйте, придите на выставку и попробуйте. Да, я работал такими ножами и мокрой рукой, и большой плюс Микарты, например, по сравнению с тем же G10, что она прям становится очень цепкой. Когда рука влажная, ты работаешь, это большой плюс работы без перчатки, потому что не всегда перчатки есть под рукой, она и теплая, и прям мега ухватистая. Все так, ты абсолютно прав. К чему мы перейдем дальше? Мы поговорим, наверное, теперь про мистер Блэйды? Ну да, да, потому что, надо сказать, у нас и кончились ножики именно NC Custom, так что подытожим, все ножи NC Custom, которые сейчас были, это сугубо российское производство. Завод располагается в городе Ижевск, оружейной столицы России. Там же в Ижевске и автомат Калашникова изготавливают раньше на заводе Ижмаш, ну а сейчас это несколько заводов по концерну Калашников. Но, это вот необходимое было такое вот уточнение для тех, для кого Made in Russia или сделано в России, это не просто пустой звук, а действительно, как правильно будет выразиться? Мне вертится слово патриотично, но это не совсем правильно. А почему нет? А может быть, и так и нужно сказать? Ну, по-хорошему патриотично. По-хорошему патриотично. У нас сейчас это слово очень дискредитировано почему-то. Не все его любят, но ведь в этом слове никогда не было ничего плохого. Да, это патриотично. Если американцы гордятся тем, что они делают ряд изделий Made in USA, и это прям каждый патриот должен покупать, почему мы не можем гордиться тем, что это сделано в России? Тем более, сделано, как мне кажется, не хуже, чем у многих иностранных производителей. Ты правильно говоришь, один из наиболее часто носимых моих ножей это Бро, он у меня с накладками из черной G10 и это замечательный нож. Он удобный, практичный, качественно сделанный и сам факт того, что этот нож сделан в России для меня мега важен. Условно говоря, когда я его ношу, я испытываю нечто это то, что мы, собственно говоря, назвали словом патриотизм. А это важно, это не мелочи. Ну да, да. К какому ножу мы перейдем сейчас с тобой? В первую очередь, говоря о компании Мистер Блейд, может быть, серию HT упомянем? Или ты хочешь другого ножа начать? Да нет, давай действительно вместе поговорим про HT и потом затронем Феррат, всеми горячо любимый. Значит, повторюсь кратенько, что Мистер Блейд это ножи, разработанные нами, у нас в компании, но при этом производящиеся в основном, за редкими исключениями, на чужих мощностях. Как было сказано, Италия, Франция, Китай, без Китая сейчас никуда не деться, и немножко в России. Но, собственно, говорим мы сейчас про китайские ножи. Итак, HT. Собственно, если кто-то видел этот нож, то, вероятно, он его не забудет никогда. Алексей, расскажи лучше ты, потому что у меня с ним особые отношения. В современном мире, на мой взгляд, есть сильный перекос в маленькие ножи. И многие китайские производители производят ножи с длиной клинка 8,9, 7,8, что совершенно, на мой взгляд, некорректно, потому что нож должен быть большим. И даже если я люблю маленькие ножи, и мне комфортно носить небольшие ножи на кармане, я люблю, когда они специально сделаны как маленькие ножи. Здесь же ультимативно большой нож. И это доставляет удовольствие. В этом ноже для меня есть какие-то мотивы старого колд стила, когда нож действительно крупный, и он продуманно крупный. Это не нечто сделанное большим ради того, чтобы оно было большим. Это нож, который очень удобно ложится в руку самыми разными хватами. Он комфортен и молоточен хватом. Он комфортен и диагональным. Мне очень нравятся вот эти вот выпила на G10, которые позволяют ее взять, условно говоря, по-кочергински. Ну да. Как мы называем это кухонным хватом. На самом деле это очень важно, потому что, несмотря на то, что он наш большой, им можно вполне нормально работать по продуктам. Рукоятка позволяет это делать. Отличный флип. И мне нравится, что за счет того, что здесь тяжелый клинок, он клацает прямо с офигенным звуком. И возможности открывания его за шпинки из двух сторон. Также на нем присутствует лично важная для меня вещь. Я могу открыть его двумя руками. Ну да, это немаловажно. Это немаловажно, поскольку иногда бывает, когда у тебя все-таки залипает осевой, и ты нажимаешь на флиппер судорожно, нож не открывается. И возможность взять его, пусть даже со скрипом сквозь песок, набивший его селом, ты его откроешь, он будет работать. И я лично всегда возьму в поход нож, который позволяет мне дополнительно подстраховаться открытия подобным образом. Удобная рукоять, мощный клинок, при этом в меру резучий. Отличный нож. У меня есть просто такой в коллекции. Это же из новых партий у тебя, да? Да, это новый. Он совсем свеженький. Мы на эту тему еще поговорим чуть дальше. Переставляемая клипса. И опять-таки клипса здесь утоплена в специальный пропил, что позволяет ножу очень комфортно сидеть на кармане, и он не рвет карман, надежно в нем фиксируется. Да, нож, возможно, немножко тяжеловат, но мы знаем большое количество людей, которые любят тяжелые ножи и абсолютно комфортно их носят. На летних брюках он может быть не очень уместен, но на джинсах здесь нету избыточного веса. Я просто ходил с ним из первой версии, со второй, вторая мне нравится больше, чем первая. Там чуть короче рукоять, и для перчатки она уже вызывает вопросы, и здесь чуть меньше вот этот вот подпальцевая выемка, назовем так, под большой палец, здесь палец ложится комфортней. Отличный, удобный нож, и в свое время он вызвал большой фурор на рынке. Да, потому что в тот момент на рынке, но можно смело сказать, не было ничего, практически ничего подобного. Все-таки колд стил, да, он напоминает некоторые модели колд стила никоим образом не конкретными чертами дизайна, а идеи, идеологии, даже в большей степени. Но он также кое в чем от них отличается, потому что колд стил зачастую это плоские рукояти, по-своему удобные, но не так заполняющие руку, как вот эта, и не так подходящие для тяжелой работы, опять же, если его взять куда-то на природу, работать по дереву, в чем-то этот нож значительно удобнее. Да. Действительно, для многих может оказаться шоком, но это очень популярная модель, которая пользовалась очень хорошим спросом, то есть, людей, которые считают, что нож, знаете, как говорится, если сделан нож душой, значит, будет он большой. Вот людей, которые считают так же, довольно-таки много. И вот не только таких габаритов, как мы с тобой, но и, так скажем, люди, которые немножко пониже ростом, они тоже зачастую берут такой нож с большим удовольствием. И не надо тут вспоминать Фрейда, не писал он ничего такого. Нож очень выносливый, я помню, Женя Зубцов его тестировал, собственно говоря, в свое время в магазине Ножемен появились эти ножи, а мы с Женей дружим, я примчался, купил один, купил другой, и они служат мне до сих пор, ведь сколько лет прошло, уже давно они продавались, задолго до коронавируса эти ножи вышли. И уже есть большой пользовательский опыт. На самом деле, когда мы говорим о том, что вот появился какой-то новый нож, мы все радуемся, начинаем его покупать, а ведь мы не знаем, насколько он хорош, насколько у него качественный материал, насколько он выносливый, продержит ли он испытания временем. И можно сказать, что вот эта линейка испытаний временем прошла. Безусловно. Безусловно. Ты правильно вспомнил о том, вернее, спросил меня о том, что это из новых моделей или из старых. Значит, сама эта модель существует достаточно давно, и недавно был очередной заказ этой модели на производстве. И вот эта вот новая партия, которая пришла. Вероятно, вероятно, это будет последний раз, когда мы заказываем этот нож. Так что, если вдруг у кого-то проснулись теплые воспоминания или он просто очарован данной моделью, это вполне возможно, то уж простите мне рекламу, рекомендую поторопиться, потому что сейчас это последняя партия, которая будет. Вероятно, она не повторится. Давай поговорим еще про один необычный нож, который может быть непонятен с первого взгляда, но если его немножко подержать в руках, все меняется. Феррат. Опять же, я попрошу тебя рассказать о нем. Хорошо. Когда у тебя более 10, 15, 20 ножей в коллекции, речь зачастую при выборе городского ножа не идет о функционале. Не идет о попытке найти мега универсальный, мега спокойный нож. Ты ищешь чего-то необычного. И я помню, когда Феррат появился в продаже, для меня это был в хорошем смысле слова шок, потому что здесь такой космический, небанальный и ни на что не похожий дизайн. И да, можно говорить о том, что это узкий нож, что в нем есть какие-то кинжальные мотивы, и что понятно, он не для приготовления салатов и не для многочасовой резки картона, но, честно говоря, я в силу вот своей работы подобную задачу перед ножами городского ношения не ставлю. А так, он комфортно лежит в руке, у него интересный внешний вид, небанальный внешний вид, есть свои приятные технологические моменты. Вот здесь сделано не так, как я люблю, то есть ленок полностью утоплено в рукоять, но при этом это не флипер, однако насколько комфортно и легко он открывается за шпенек. И, кстати, важно сказать, что вот я, например, перед началом съемок этот нож в руках не держал. Это не нож из моей коллекции, не нож, который я пощелкал условно говоря готовить к съемке. То есть это банально нож из магазина, я его вот, сколько я уже, три-четыре раза его открыл, отличный механик, он комфортно, спокойно работает. Нравится наличие блокиратора. Это такая фишечка, которая доставляет мне удовольствие. На ножах серки Тиана мне часто попадалась, потом эта тема пропала, и идея с клипсой мне очень нравится. То, что она, опять-таки, утоплена в специальный проем и когда ты надеваешь этот нож на карман, он, ну, с малой долей вероятностью выпадет. А ведь история, как мы в городе теряем складные ножи, она распространена. Ну да. Есть один человек, и мы его сильно не любим, он потерял гриптилиан. Максим, это просто неприемлемо. Вот. Я все время об этом буду вспоминать. И надежные клипсы, это важно. Нож тяжелый, в принципе, он вряд ли из кармана вывалится. Или по крайней мере ты почувствуешь. Да, но хорошая, продуманная, удобная клипса для складного ножа это мега важно. Понравилось, что здесь отлично обыгранно севой. Во-первых, он под монетку, под плоскую отвертку, плюс вот этот кружочек вокруг сего, вот на тот момент это было круто. Это сейчас многие китайцы делают различные вставочки, а когда нож появился, он нас максимально удивил вот этими всеми решениями. Поэтому дизайнерский, удобный. Да, я слышал много разговоров о том, что, собственно говоря, я сам это пробовал, что если ты его берешь, начинаешь бить в пенек, отдается в руку, потому что здесь вот есть вот эти вот элементы металлической конструкции, которые, конечно, не делают эту рукоять мега удобной для подобных типа работ. но, собственно говоря, если вам нужно что-то интенсивно куда-то втыкать, вот, ребят, берите фикс, потому что все-таки складень, это немножко про другое. Ну да. Так что вот мои мысли, эмоции по поводу этого ножа. Ну, мне к этому добавить нечего. Могу сказать лишь, что эта модель также, ее смело можно назвать, наверное, самым, 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 самым успешным складным ножом бренда Mr. Blade и заслуженно. Он действительно производит впечатление и фанатов у него появилось очень много. Этой моделью мы можем смело гордиться. Но мне ничего добавить. добавить-то нечего. Единственное, что, слушай, кто-то серьезно вот таким ножом с таким дизайном пытался ковырять пенек. Ну, обязательно попробуйте тратик. Без комментариев. Следующий нож у нас с тобой это тоже можно чтобы закончить тему с складными ножами Mr. Blade пока мы не перешли к новинкам. еще один нож следующего поколения относительно Ferrata и HT это Conwayr который все по российской замечательной привычке норовятся назвать Conwayr вот хотя на самом деле ну ладно, не будем об этом. Вот тоже это нож я взял с собой как классический пример дизайна Mr. Blade то есть современные ножи хай-тек уход от классики и то вот на мой взгляд то чего нашему рынку не хватает то есть вполне себе бюджетная модель среднего ценового уровня мы сейчас не берем совсем дорогие коллекционные ножи а вот вот именно вполне себе бюджетная модель но которая несет в себе стиль необычный внешний вид ярко видную работу дизайнера вот безусловно у нас на рынке такие такие производители кто эксплуатирует эту тему есть можно назвать несколько компаний но к сожалению их откровенно мало вот я сейчас могу вспомнить двух-трех производителей которые работают на этом поле вот если я как представитель компании доволен этим фактом то как нажиман я считаю что это откровенно мало потому что у подобных ножей рынок есть я знаю что многие наши российские нажиманы покупают ножи у тех компаний которые мы сейчас с тобой не упоминаем ну и в том числе у мистер блейда знаешь что именно россияне причастны к созданию этих ножей это является немаловажным фактором и для меня в том числе я с большим трудом все-таки пробираюсь через море обезличенных китайцев и только большая любовь к ножам заставляет меня покупать тот или иной нож а усредненно мне хочется взять понятный известный нож к которому причастны люди которых я могу увидеть пожать им руку и вот для меня это важно кроме того в этом ноже есть своя изюминка и на самом деле я ведь принес собственный нож из этой серии потому что зная что сегодня мы с тобой будем сниматься я принес очень давно купленный конвоир не будем выбиваться из общего направления который у меня посмотри даже переточено уже ну да заметно причем хорошо так перед да я часто его носил много им работал и на примере этих двух ножей я хотел продолжить то что мы недавно упомянули это то что прислушиваются к мнению покупателей прислушиваться к мнению клиентов ведь в ноже произошли определенные изменения по сути к ножу было два замечания это слишком крупный некрасивый шпенек и то что он расположен с одной стороны и это было исправлено мы можем видеть что на новой версии шпенек аккуратный с насечкой что очень важно поскольку если условно говоря у меня мокрая либо жирная рука то шпенек без насечки открывать тяжеловато здесь такой проблемы нет и условно говоря сохранив весь прежний внешний вид и те преимущества ножа которые есть у него по сравнению со многими другими опять-таки это большой нож условно говоря зажимая в кулаке вы видите что он основательно торчит у меня с той и другой стороны и не так много ножей на рынке которые вы можете взять подобным образом используя его в том числе как куботан здесь интересное темлячное отверстие здесь очень необычный профиль клинка который на момент выпуска этого ножа не часто встречался как мы условно называем обратная танта вот такой интересный скос чистый дизайнерская фишка но она добавляет ножу харизмы да при этом вот смотри несмотря на такой непонятный любителю классики внешний вид этот нож вообще ничем не отличается от классических ножей с классическими дроппоинтами или клиппоинтами с точки зрения насколько его удобно использовать в работе в обычной работе он выглядит космически условно говоря то есть вот этот хай-тек вот эти непонятные грани но при этом он отлично лежит в руке и несмотря на такой странный клинок с несколькими обилием спусков разных разных граней он нормально режет и выполняет все работы без каких-либо оговорок все верно моему ножу уже много лет и он частый мой спутник поэтому проверено временем и действительно этот нож узнаваемый по своему дизайну ну вот да спасибо что принес его потому что это действительно очень такая яркая яркий момент который иллюстрирует то про что мы сегодня говорили ножи пользуются спросом и находят своего потребителя и нравится людям этот нож как ты понимаешь тоже весьма успешен не зря его обновленная версия вышла помимо того что ты сказал про шпенек здесь также были изменены некоторые фаски добавлено для того чтобы более эргономично была рукоять ну и один элемент спейсер стал черным вместо красного это добавило ему оттенка ну да маленькая деталька такая вот так что мы стараемся адаптировать и обновлять старые модели которые того заслуживают все правильно некоторое время назад мы с тобой говорили о том что мистер блэйд производит в том числе еще и ножи в России и у нас есть весьма интересные примеры о которых хотелось бы поговорить да ну здесь у нас два ножа давай покажем их значит у тебя в руках нож сил авторство антона ткаченко нашего петербургского дизайнера значит а здесь у меня нож из серии айсберг который называется c19 вот значит это оба ножа походные легкие ножи они действительно очень легкие опять же нужно нужно попробовать его в руках если вы не держали сделанные ну как видно из самого внешнего вида сделаны по современным лекалам так скажем то есть это пластиковая рукоять весьма эргономичная очень удобная что в одном случае что в другом потому что отличие здесь исключительно в дизайне значит этот нож для ценителей классики щучка все как мы любим этот нож он более современен более интересен я я уже говорил это этот по-моему даже в интервью с Антоном когда мы общались я ему говорил что очень часто бывает реакция что люди у которых в голове есть понимание что нож должен выглядеть вот так их вот этот нож просто своим дизайном слегка отпугивает какой-то он слишком такой вот округлый странные формы похожие на каких-то рыб и все такое как только человек берет его в руку он понимает что тут эргономика тут ее очень много и он действительно удобен для выполнения любых задач вот также повторюсь эти ножи это российское производство это два вот эти две серии потому что в этой серии три ножа отличающихся формы клинка в этой серии два ножа один покрупнее второй поменьше значит и все эти ножи это исключение в среди бренда мистер блэйд это единственные две серии которые выпускаются в россии под брендом мистер блэйд потому что они вот такие вот ну не повесь этого слова уникальны для нашей линейки то есть это не классика дерева как ножи северной короны это не хай-тек как ножи NC кастом то есть со своим очень ярким индивидуальным дизайном а это нечто такое более бюджетное более по-хорошему усредненное но и массовое ножи весьма недорогие в кайдексных ножнах то есть очень практичные вот во главе угла стоит практичность на момент съемок их цена менее трех тысяч рублей наверное слушай сейчас врать не буду лучше посмотреть тем более я надеюсь что этот ролик будут смотреть не только прямо сейчас а цены у нас меняются очень часто но в любом случае как бы там три тысячи три тысячи с копейками некоторые модели могут быть и до трех то есть тут лучше лучше проверьте нас но тем не менее условно говоря когда сейчас в ножевой тусовке все говорят что стоимость бюджетного ножа уже переваливать за пять тысяч мы знаем единицы производителей которых в районе трех может выдавать качественный товар при этом надо учесть что кто-то делает ножи с дешевой кожей тем самым уменьшая себестоимости ножа и конечного продукта здесь же дорогой кайдекс который прилично прибавляет к стоимости ножа да да все так ну опять же вот это к тому моменту который мы затронули в самом начале нашего разговора по поводу бюджетности по поводу доступности знаешь вот мой как дизайнера подход заключается в следующем очень легко сделать предельно навороченный нож когда у тебя неограничен бюджет когда стоимость конечного изделия будет ну какой будет такое будет ты можешь выбрать самые лучшие материалы ты можешь выбрать совершенно умрачительный карбон на рукоять там все что угодно а ты попробуй сделать интересный и правильный нож с то есть не просто классический который все видели то есть вот вот нож марки нож да то есть который ничем не отличается от целого ряда других а вот нож со своим лицом со своим дизайном определенным который удобен эргономичен который если мы говорим про фикс то еще и система нож нож в совокупности должна позволять многое а не просто болтаться у тебя на свободном подвесе на поясе вертикально вниз то есть вот попробуй собрать максимальное максимальное количество нужных и полезных элементов собрать в максимально бюджетном изделии и посмотрим что получится и чтобы оно было узнаваемым при этом да вот это это по моему весьма и весьма такой интересный момент который не все учитывают да просто да достаточно бюджетно но при этом есть свое лицо есть интересное решение удобно практично мне кажется это довольно таки правильный подход и опять же как показывает практика он нашел своего потребителя ножи популярные пользуются большим спросом причем не только среди тех кто ищет чтобы подешевле купить но и среди тех кто легко готов купить значительно более дорогие изделия ну поскольку по крайней мере в силу есть своя изюминка важным для меня является то что он мегалегкий да они оба легких и как бы тут вообще и он ведь легкий при выносливом обухе достаточно мощном ковырятельном истрии и люди которые хотят настоящие качественные походы универсалы имеют опыт работы с ножами понимают что вопрос не в том что ты купишь мега дорогой нож ты покупаешь надежный легкий функциональный и вот это сочетание оно дает человеку то что он ищет когда он идет любоваться ну собственно говоря природой а не хвастаться ножами перед друзьями все так все так нравится этот нож не первый раз держу его в руках и каждый раз испытываю удовольствие поскольку это такое законченное в своем роде изделие ну спасибо на добром слове мы плавно переходим с тобой к новинкам да рассказывай про них я ничего не знаю лишь упомяну что вот этот нож мы показывали в наших новостях когда видели его фотографии и вот уже целый месяц я ждал возможности подержать руки ну давай опять же сделаем маленькое-маленькое вступление значит в силу объективных причин в развитии мистера блейда именно как бренда была некоторая пауза мы готовились и вот на этот клинок мы приготовили как мне кажется достаточно большое количество интересных сюрпризов для вас поэтому приходите смотрите сами держите ножи в руках я уверен хоть что-нибудь вы для себя найдете интересного как минимум значит здесь присутствует 4 новинки и обещаю вам это далеко не все что мы покажем на клинке эти ножи вы могли видеть как в новостях канала клинок так и в наших каналах империи ножей то есть в телеграме вконтакте значит тут у нас присутствует 4 ножа давай с легиона и начнем нож который держи нож который носит название легион не все ножи тут имеются уже свои названия но этот уже назван значит как видите это весьма интересный дизайнерский кинжал тоже не совсем кинжал у него все-таки обух заточен на три четверти даже чуть больше но кинжального плана тут как бы все ассоциации с космическим кораблем как вы видите массивный спейсер фрезерованная титановая эклипса накладки в районе осевого винта то есть тут во главе угла стоит дизайн этот нож не для тех кто хочет себе практичный инструмент это нож для тех кто хочет себе стильный инструмент опять же кому-то нравится кому-то нет но отзывы о дизайне о том каков он насколько он интересен у нас уже достаточно много таких отзывов мы верим что этот нож найдет своего потребителя несмотря то что он получается ну не совсем бюджетным но тем не менее он интересен он должен произойти впечатление и мне кажется он с этой работой справляется я думал будет тяжелее ну да для того что он такой достаточно пухлый он весьма легкий старались облегчить конструкцию давай перейдем дальше значит следующая новинка это представитель японской серии у нас достаточно много фанатов это нож называется ну тут сказать особо нечего ножи в японском стиле у нас на рынке не то чтобы очень много но они есть но мне кажется вот именно такого так обыгрывающего плетение рукояти японского меча такого еще раньше не было в целом это опять же стилистика довольно таки традиционная для мистер блейд и для нашей компании в целом то есть это некий такой хайтек с узнаваемыми мотивами в данном случае это узнаваемые мотивы японские что скажешь про него первое впечатление очень приятное хороший флип интересная форма клинка с грамотно выведенными гранями объемная рукоять и вот эта насечка дает хорошее удержание ну там даже не насечка там целое произведение искусства на рукояти да темлячное отверстие не банальное меня немного смущается отсутствие клипсы все так надеюсь к нему будет какой-нибудь мега красивый чехол комплектация пока остается за кадром давай не будем обсуждать это посмотрим но действительно этот нож без клипсы он предполагает ношение в чехле интересные я пока просто полон эмоции мне это четко сформулированных мыслей когда трогаешь новинки всегда естественно ты погружаешься в себя прочувствовать свои ощущения понять нож интересно что он чуть чуть выше чем линия обуха что опять таки характерно для японских ножей есть такое да но тут с кого поработал наш дизайнер Александр Акатьев он мастер своего дела он четко знает что он делает поэтому тут выверена каждая линия поймите меня правильно я не пытаюсь уговорить купить этот нож но есть целый ряд людей которые подходят к покупке ножа следующим образом я не знаю зачем он мне но он производит впечатление я его хочу мне кажется это нож из этой серии он найдет своего потребителя он интересен он ярок и необычен он запомнится вам даже если вам он не понравится запомните его точно своеобразное изделие не хочется выпускать его из рук но нам надо переходить к следующему да ну давай сразу мы два ножа вместе так поговорим у этих ножей пока название нет значит вполне вероятно у этого ножа уже есть потому что на название был объявлен конкурс несколько дней назад но пока будем говорить что нет тем более на клинках у них название этих эти названия отсутствуют значит два джентльмен совершенно разных по габаритам и по пропорциям вот тот который у меня в руках это фронт флиппер вот такой вот с вступающим хвостом рукоять из микарты здесь микарта уже потемнело потому что мы этот нож вертили в руках очень и очень много значит будет два варианта вот здесь вот микарта темно-зеленая будет еще вариант идеально подходящий под джинсы джинсовые микарты такого синего потертого цвета это надо увидеть к сожалению синего варианта на клинке не будет но мы скоро покажем фотографии ну а через некоторое время и сама партия этих ножей приедет я думаю что вы ее оцените очень такой изящный нож опять же он без клипсы он подразумевает ношение в чехле но для него это вполне нормально поверьте вот когда держишь его в руках клипса на нем была бы наверное излишней фронт флипперы новомодная тема у меня уже их много в коллекции и при должной сноровке они открываются тут на самом деле легко открывается просто непривычно слушай тебе просто непривычно любой нож любой нож даже вот с известной тебе система открывания будь то флиппер или фронт флиппер нужно понять с какой силой в каком направлении нужно его открывать и тогда ты вот как только ты это понял все ты его открываешь без проблем а когда ты открываешь первый раз естественно тебе это не совсем понятно потому что наши все ножи отличаются он очень легкий приятно лежит в руке мне нравятся вот эти вот выемки выходящие к осевому маленький дизайнерский элемент но добавляет шарма ножу и он совсем такой элегантный тонюсенький будет замечательный резачок он невероятно лаконичный тут собственно говоря даже отсутствует темлячное отверстие но за вот эту боночку думаю при желании можно что-то на все так навязать он очень легкий по механике это просто я под конец съемок уже передержав такое количество ножей не приноровился интересный ну и второй джентльмен значит совсем отличный от предыдущего по пропорциям такой более мелкий более округлый это slip joint у него замка нет он складывается просто так у него есть промежуточное положение в котором он слегка фиксируется то есть ну и дальше можно его сложить полностью у него клипса есть это клипса является его прямо отличительной чертой во первых именно на клипсе располагается отверстие которое можно использовать в качестве темлячного хотя его практическое применение в том чтобы его можно было развинтить также эту клипсу за счет ее большого размера можно использовать в качестве зажима ну нож с такой клипсы можно использовать в качестве зажима для купюр вот открывается он исключительно двуруким образом исключительно за вот эти вот имеющиеся под ногтевые выемки и вообще он такой очень сдержанный очень лаконичный отчасти напоминает в первую очередь за счет цвета но он будет не только красный отчасти напоминает швейцарцев или каких-то вот таких вот классиков но у него есть свое лицо харизма и опять же вот этот но я не люблю такие ножи но когда я увидел его впервые я долго не мог остановиться вертел в руках очень долго наверное у меня это один из фаворитов из этой серии у меня схожие эмоции я спокойно даже с любовью отношусь скорее с любовью подобному формату ножей и во первых мне нравится что остается промежуточное положение с характерным щелчком ну да это защита дополнительная при складывании ножа нравится его округлые формы нравится что нет ничего лишнего клипса вписывается в общий дизайн будет интересно выглядеть на кармане и на самом деле многие любители если джойнтов говорили о том что дайте нам клипсом я даже помню у меня было пару лет назад разговор жукову поставь клипсу на капрала вот это нет не поставлю но вот здесь она уместна и это тоже чего я хотел то что мне было бы комфортно я буду с удовольствием подобный нож носить на кармане выглядит здорово дело в том что в силу определенного восприятия окружающих не все любят когда у нас вот нечто такое и не часто в кафешке ты можешь вот так вот яростно флипанув начать там резать круассан и приходится идти навстречу пожеланиям окружающих и иногда в публичных местах в каких-то на мероприятиях ты вот так вот аккуратненько открываешь все видят нет замка нет однорукого открывания короткий клинок тоненький комфортный резачок любые задачи ты им сделаешь но негатива со стороны окружающих не вызовешь при этом у него есть свой стиль свое очарование и наверное соглашусь вот из этих четырех новинок мне он нравится больше всего ну пусть так я рад что у меня есть на вышлики в этом минимум один уже есть и посмотрим сколько у меня их станет после того как вы дорогие зрители увидите этот наш живем очень интересно будет ваше мнение я научился открывать это молодец так что ждем вас на наших стендах на клинке их будет несколько и у бренда мистер блэйд и у бренда nc кастом будут отдельные стенды так что ждем вас приходите смотрите эти ножи к сожалению еще не будут продаваться но посмотреть узнать составе собственно собственное впечатление о них ждем на самом деле друзья вот мы здесь сидим с алексеем все это трогаем обсуждаем получаем море удовольствия в том числе от тактильного контакта с ножами и хотелось бы чтобы вы это тоже самое ощутили приходите на выставку там и продаются ножи и даже если вы не имеете намерение нож купить все равно для нас важно чтобы пришли на выставку чтобы вы это потрогали пообщались с нами и собственно говоря выставка будет проходить в москве со 2 по 5 ноября на пространстве main stage поэтому во всех очень ждем как алексей сказал будет даже целых несколько стендов империи ножей и в целом под 300 стендов ножевых производителей и поэтому для нас важно чтобы пришли повторяюсь уже не в первый раз приходите смотрите трогайте покупайте радуйте нас своим присутствием а мы с тобой давай расскажем про те самые мега интересные ножи которые у меня тут лежат в уголочке поскольку я прям весь выпуск ждал когда я смогу хотя бы краешком глаза показать их нашим зрителям но получится именно что краешком глаза потому что мы не планировали показать их показать их во всей красе они будут исключительно на не то что тут и давай значит они будут представлены на самом на стенде это на также новинка которая вас ожидает и поверьте ее представление на выставке ну вы просто приходите и увидите сами значит ножи называются это тактики городские тактики но при этом достаточно изящные которые способны на любую работу значит мы принципиально не хотим сейчас показывать их крупно и в подробностях потому что сейчас у нас только прототипа непосредственно серийные ножи будут будут показаны на выставке лучше посмотреть там на общее впечатление ну разве что алексей сейчас расскажет что то что то что он видит а я расскажу поскольку мы еще и до момента съемок с тобой поговорили и я эти ножи сумел поизучать на мой взгляд это нечто невероятное здесь сочетание того что я люблю в ножах он легкий он универсальный вот я попытаюсь сформулировать это подоску действительно я прям кайфую от него удобная клипса глубокой посадки комфортный флиппер невероятное удержание самыми разными хватами оптимальный размер кому маловат для того есть версия побольше большой нож тоже отлично лежит в руке они такие вот действительно на все случаи жизни только рады что ногти ими не подстричь в остальном это прям то что ты можешь и в городе носить и в поход взять и она по-своему очень лаконичных в этом внешнем своем виде но в при этом угадывается автор и я думаю на выставке ты всем расскажешь кто автор этого ножа или позволишь мне сейчас об этом сказать посмотрим мы сейчас подробности про этот нож не говорим не говорим да это будет будет заманиловка для вас друзья что вы пришли на выставку и уже потрогали финальной версии но я скажу она того стоит я прям вот ух не знаю что еще добавить спрячь их чтобы не флиповать и метод до конца съемок ну да это надо будет видеть я рад что мы наконец-то сняли видео про империю ножей поскольку постоянно люди подходят к стендам спрашивают а что такое инси кастом а что такое северная корона я надеюсь теперь у вас сложилось полное впечатление об этом от себя добавлю что я горжусь тем что в россии есть подобные компании которые работают и на коллекционеров и на массовый сегмент и не боятся экспериментов в узкоспециализированных ножах выпускают как классику в том числе в складном формате так и хай-тековские ножи и каждый раз приходя на выставку клинок подходишь к стенду империи ножей твердо будучи уверенным что что-то интересное новое ты там увидишь для меня как для потребителей это очень важно спасибо на доброе слое и я хочу сказать что нам действительно вот алексей кого да мы друг друга знаем давным-давно как бы я понимаю что ты бы кто бы сейчас не сидел на моем месте ты бы тоже ты бы нашел какие-то добрые слова любому гостю в этой студии но тем не менее хочу сказать вот спасибо именно за то как ты это все сформулировал потому что мы стараемся делать именно так разнообразно для всех и для различных слоев общества для людей с различными вкусами с различным бюджетом мы стараемся охватить может быть необъятное но мы но мы стараемся и поэтому надеемся что у нас это получается хотя бы отчасти поэтому действительно приходите на выставку мы ждем вас мы будем рады услышать ваше мнение обсудить какие-то спорные моменты подискутировать на тему того какой нож нужен какой будет следующим мы услышим вас приходите ждем спасибо друзья спасибо вам всем большое до новых встреч до новых встреч